Эпопея с затором на улицах Шилова, Сухая Патька, Ханского продолжается. Чиновников, видимо, утомили бесконечные жалобы на измененную схему организации движения транспорта. Утром 16 ноября, а это спустя месяц работы сломанного светофора, были опубликованы ответы начальника дорожно-транспортного управления по Чите и начальника отдела ГИБДД. То, что внесенные изменения в работу светофоров создают здесь затор, они признали, но исправить ситуацию не торопятся. Затрудненное движение на данном перекрестке связано именно с вводом в эксплуатацию пешеходного светофорного объекта, а не с изменением фазы работы светофора. В настоящее время специалистами Комитета городского хозяйства совместно с сотрудниками управления ГИБДД МВД России по Забайкальскому краю рассматриваются различные варианты для увеличения пропускной способности на данном перекрестке. Приехать рано утром на место, увидеть пробку своими глазами и создать видимость работы. Помогло ли это Читинцам? Нет. Никаких действий со стороны дорожно-транспортного управления не наблюдается. Автолюбители также попадают в затор и продолжается это уже больше месяца. Как сообщают в ГИБДД, изменения в работу светофоров были внесены из-за якобы высокой концентрации ДТП на данном участке дороги. В 2021 году этот перекресток являлся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Значит, нами было в адрес комитета городского хозяйства выдавались предостережения, предписания по наведению данного перекрестка в нормативное состояние. Значит, в настоящее время там организованы дополнительные пешеходные переходы и в связи с этим стало затор, образовываться затор с левым поворотом с улицы Шилова на улицу Сухая Пать. Значит, в настоящий момент мы в адрес администрации городского округа город Чита направили предложение по пересмотру действия фазы, зеленой фазы, да, светофора при повороте налево. В реальности дело обстоит так. Автолюбители не жалуются на поворот налево. Больше всего мешает свободному проезду измененное время зеленой фазы светофора по улице Шилова в прямом направлении и несинхронная работа светофорных объектов на перекрестке Шилова-Сухая Пати на пешеходном переходе рядом с торговым центром. Когда эти светофоры работали синхронно, затора на дороге не наблюдалось. Факт – добавляет аварийности и отсутствие стоп-линий для автомобилей перед зеброй. Когда-то здесь был светофор. Автолюбители, останавливаясь перед ним, давали возможность другим водителям заезда и выезда с прилегающей территории. Сейчас этот светофор перенесли дальше к пешеходному переходу. Теперь водители останавливаются там, тем самым блокируя заезд и выезд. С территории торгового центра. И это тоже создает в час пик большую пробку. На вопрос о том, а появится ли здесь стоп-линия, в Комитете городского хозяйства сказали автолюбителям ждать до весны. Такой ответ дала председатель Комитета городского хозяйства Читы Марина Попова, ограничившись всего одной фразой. Цитата. «При наступлении устойчивых положительных температур разметку нанесут». Между тем, актуальная версия проекта Организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Читы находится в открытом доступе на сайте городской администрации от 6 мая 2020 года. Никаких новых или измененных схем и проектов на сегодняшний день там нет. В связи с этим редакция просит сети-менеджера Читы Александра Сапожникова и начальника управления ГИБДД по Забайкальскому краю Эдуарда Белоброва предоставить актуальные документы проекта Организации дорожного движения, схему с изменениями распоряжения городской администрации о внесении изменений в проект и иные сопутствующие документы, если они есть, подтверждающие существующие в настоящее время схему Организации дорожного движения на участке улицы Шилова рядом с торговым центром, а также подробные пояснения, была ли предусмотрена синхронная работа двух светофорных объектов и почему сейчас они функционируют по-разному. Город ждет.